Я бы хотел начать с поездки Лукашенко в Москву сегодня. Вот телеграм-каналы сообщают о том, что он уже прибыл в Россию. И знаете, что тревожно на самом деле? Что днем ранее он дал пресс-конференцию, общался с журналистами, и среди прочего бреда, я прошу прощения, сказал о том, что я вновь готов предоставить территорию Беларуси для военных действий российским военным. Что это значит? Ну, во-первых, я, несмотря на всю его риторику, не сомневаюсь в том, что ни одного шага, направленного на войну против Украины именно солдатами Беларуси, он не предпримет. В этом я не сомневаюсь. Тем более, он, при всей его дебильности, он прекрасно понимает, что война Путином проиграна. Чем выше накал помощи Запада в помощь Украине, пусть даже она очень запоздалая, тем больше убеждения самого Лукашенко, что надо как-то выходить из этой игры, из этой трагедии, в которую он втянул Беларусь. Он все равно будет платить очень дорогую цену за все, что он творил в самой Беларуси. И тем не менее, он пытается играть ту игру, которую он вел с самого начала. Он выскальзывает из рук того же Путина постоянно, какой бы риторикой он ни отделывался, обещаниями, угрозами в адрес Запада и так далее. Так и сейчас. Вы обратите внимание на его очень интересную фразу, которая говорит, кто он есть на самом деле, и что он собирается делать. Это мы будем ждать, как только Украина нападет на Белоруссию, мы не пожалеем своих сил и будем атаковать Украину. Но этого не будет. Это пустология. Разве Украина когда-нибудь нападала? Этого не будет никогда. Поэтому, видите, вот такая оговорка, она говорит о многом. О его поездке, его объятия с Путиным, обещания, все это коду под хвост. Никакого действия, лично действия Белоруссии с участием вооруженных сил белорусов не будет. Я в этом не сомневаюсь. И можно было сомневаться еще пару месяцев, три месяца назад. Но сегодня, когда позиции Путина ухудшаются с каждым днем, хотя бы потому, что воля в оказании помощи Украине Запада выросла сегодня как никогда. С большим опозданием. Но она есть. Этого нельзя отрицать. И сам факт того, что уже идут открытые разговоры лидеров западных стран о том, что нужно наращивать оказание помощи Украине. И осуждение генералами НАТО, самой Америки, внешней политики Байдена по поводу замедления в оказании помощи Украине, оно говорит о том, что Запад уже никогда не свернет с того пути, который намечен. Я с удовольствием приведу слова Виктории Нуланд буквально позавчера, где она заявила, что Украина имеет право атаковать дальнобойными ракетами территории Украины. Крыма, прошу прощения. Это территория Украины, кстати. Так оно и есть, действительно. Потому что Крым принадлежит Украине. Раньше ведь этого не было. Ведь раньше оговорки были. Постоянно, когда Америка оказывала помощь Украине, она постоянно сопровождала условиями, чтобы не атаковать Крым даже. Даже Крым. Я уж не говорю о территориях самой России, откуда идут обстрелы в Украине. Поэтому все это говорит о многом. Сегодня у Запада больше нет выбора. И не случайно Роджерс, известный конгрессмен, который возглавляет комитет по вооружениям, однозначно сказал, что запоздалая помощь Украине приводит нас к тому, что нам приходится платить двойную цену. Сегодня нам нужно быстрее наращивать помощь Украине. И я с удовольствием, с большим удовлетворением хочу подчеркнуть роль нового председателя комитета по иностранным делам, Маккола из Тексаса, который вы обратите внимание в ответ на риторику группы конгрессменов, которые снова стали говорить о том, что надо прекращать оказывание помощи Америке. Я имею в виду республиканских конгрессменов. Прежде всего, конгрессмен Гетц из Флориды, который сказал, что надо кончать, мы не можем сосредоточиться на уменьшении национального долга, который превышает 31 триллион долларов. Это деньги налогоплательщиков, этой войне нет конца, надо посадить их за столбик и так далее, и тому подобное. Чушь собачья. И в ответ на это, я обращаю ваше внимание, Маккол, который сегодня, вот именно стал лидером у нас среди республиканцев в Нижней Палате, и, конечно же, не без согласования с Кевином Маккейном, который сказал, что мы неукоснительно должны оказывать помощь Украине. И вот этот Маккол сегодня уже наметил ряд интереснейших заседаний, слушаний в Нижней Палате с приглашением лидеров украинского правительства, который, например, приглашен господин Костин, который будет докладывать о той бесчеловечной деятельности российских войск на территории Украины. Цель Маккола, чтобы показать тем отщепенцам, республиканцам, которые сегодня ратуют за то, чтобы остановить войну, показать им, чем занимается сегодня Россия на территории Украины. И как раз-таки Маккол говорит, что Украина сегодня борется за наши ценности. Именно Украина сегодня делает то, что мы должны были бы делать своими войсками, принося их в жертву. Сегодня жертвует Украина за нас с вами. И вы не имеете морального права заикаться о том, чтобы Америка прекратила оказание помощи Украине. Поэтому, вы знаете, это потрясающе просто. У него целый план на несколько недель. И каждую неделю будет слушание. Дай бог мы будем иметь возможность слушать это. Я буду периодически вам рассказывать о том, какие там успехи. Я уверен, они будут потрясающие. И речь уже идет о самолетах F-16. В том объеме, в каком Украина нуждается. Там никаких ограничений не будет. Три, пять, десять, двенадцать. Нет. Ровно столько, сколько нужно Украине. Нужно сто, будет сто. Нужно тысяча, будет тысяча. Тем более, что сегодня уже открыт парк. Открыт наш неприкосновенный запас. Буквально пару недель назад Лаура Купер, она заместитель помощника министра обороны Остина, которая открыто сказала, что эти два, почти три миллиарда долларов, которые мы сегодня, последний пакет ассигнований в пользу Украины, именно оборонного характера, он, собственно, будет пополняться из НЗ, из неприкосновенного запаса. Это произошло впервые. И теперь ящик открыт, и он будет постоянно в работе. Из него будут идти. И не верьте никогда тем, кто говорит, ой, у нас истощаются запасы наши, надо их производить, на это время идет. Это неправда. Это просто для отвода глаз. И сегодня очень много оружия поступает без объявления. Я считаю, неправильно делают. Не нужно сейчас нагнетать обстановку, не нужно вводить панику. И, к сожалению, на этом фоне вот это землетрясение, которое имело место сегодня трагическое, страшное землетрясение в Турции, оно, конечно, скажется на оказание помощи Украине. Хотя бы в гуманитарном смысле. Очень много сегодня денег нужно будет ассигновать в оказании помощи Турции. Именно в медицинском плане, в удовлетворении бытовых вопросов, одежды, обувь, тем более холодное время года сегодня. Многое другое. Это может сказаться на поставках тех видов товаров, в которых Украина срочно нуждается. Но это, с другой стороны, заставит нашу промышленность. Я уже не говорю об оборонной. Она давно запряжена, она давно работает по полной программе. Как у нас в Америке говорят, 24-7. То есть 24 в сутки, 7 дней в неделю. Но и гражданские предприятия, которые будут работать на производство товаров бытового назначения, с тем, чтобы не забывать про Украину. Это настолько важно. И сегодня, например, конгрессмены нашей республиканции требуют от членов НАТО напрячься больше, чем они это делали до сих пор. И я думаю, что так оно и будет. Вот, пожалуйста, 9-й рамштайнский саммит, прошедший 14-го числа этого месяца, он показал, что сегодня рамштайн на новом уровне. Сегодня будут поступать те виды вооружений, о которых буквально месяц назад и мечтать было невозможно. То есть речь идет о наступательных видах вооружениях. Двутысячно-километровая линия обороны, которую ведет Украина, сегодня готовится к полному, полномасштабному наступлению на всех линиях фронта. И, конечно же, без танков, не леопардов, к примеру, и тех же чалленджеров, к примеру, из Британии, и абрамсов, и в сопровождении воздушной защиты, имея самолеты F-16, или те же тайфуны британские, невозможно перейти в наступательное состояние.